Психиатрические ужасы и собачий террор. Это то, чем запомнилась минувшая неделя. В студии издательского дома «Ульяновская правда» Наталья Васильева. Здравствуйте. И прямо сейчас программа «По правде говоря», где звучат честные ответы на справедливые вопросы. Устав от формальных отписок чиновников разных уровней, люди, как правило, обращаются за помощью к журналистам. Ведь, к сожалению, только тогда их проблемы начинают сдвигаться с мертвой точки. Возможно, это получается из-за того, что никто не хочет придавать огласке проблемы, которые, к сожалению, являются иногда неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. И прямо сейчас я хочу получить честные ответы на свои вопросы от главного врача Ульяновской областной клинической психиатрической больницы имени Копсова Гаврилиной Ольги, а также от директора департамента профилактической медицины и организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Анатолия Лазарева. Ольга Владимировна, Анатолий Иванович, добро пожаловать. Здравствуйте. Психиатрическое гетто. В начале прошлой недели интернет-сообщество буквально взорвало видео взгляда изнутри на жизни психиатрической клиники в простонародье Карамзинка. Авторы ролика показали нам то, что увидели они и у жителей региона, которые, наверное, к счастью, большинство из которых не были ни разу в этом учреждении, пришли в ужас. О том, что на самом деле происходит и так ли все страшно, как показали нам в социальных сетях. Попробуем разобраться прямо сейчас. Когда мы ехали в областную психиатрическую больницу, у нас было сомнение, не покажут ли нам очередную Потемкинскую деревню. Но коллектив медучреждения готов честно и открыто говорить о всех проблемах и достижениях. Больница оказалась не тайной за семью печатями, а все проблемы не смертельны и решаемы. Областная клиническая больница в следующем году отметит 120-летие со дня своего создания. Сейчас она названа в честь первого директора колонии душевнобольных Василия Копсова. Историческая справедливость восторжествовала, и имя знаменитого симбирского врача увековечено в топографии региона. Великим свершением должна соответствовать и современная жизнь одного из самых закрытых учреждений области. Увы, от психических расстройств в динамично развивающемся мире никто не застрахован. Это своеобразная болезнь века. В каких условиях живут люди там, в больничных палатах? Новые корпуса клиники построены в конце 70-х годов прошлого столетия. И мало отличаются от знакомых многим обычных лечебных учреждений. Есть, конечно, и своя специфика. На первый взгляд может показаться, что убранство палат в детском отделении аскетическое. Но многие вещи, например, тумбочки у кровати или занавески на окнах, запрещены по медицинским требованиям. Сами же окна обязательно с решетками. Еще одно требование безопасности, распространяющееся на всю больницу. Детям нравится, дети уходят счастливые и довольные по сравнению с первыми днями, когда они приходят. А потом постоянно нас навещают, и повторная госпитализация происходит без слез. В общем-то, с желанием они здесь учатся прекрасно, да, то есть не отстают от школы. Они занимаются трудотерапией, прекрасно занимаются социальным психологом. Уютно, чисто и опрятно. В палате девочек даже стоит столик, куда юные пациентки могут сложить расчески и косметические принадлежности. Красивыми быть не запретишь, и приходится идти на небольшие уступки. Отдельным вопросом кормление в больнице. Нам показали буфеты во всех отделениях, и все они соответствуют предъявляемым нормам. Порции большие, а питание семиразовое. Как и в других медучреждениях, кормление осуществляется по принципу аутсорсинг. С июля месяца 2016 года питание у нас осуществляется путем привоза готового горячего питания в специальных тормозах, в специальных емкостях, и осуществляется раздача питания в буфетных отделениях. С того момента, когда у нас началась доставка питания, больших нареканий к качеству пищи, к органолептическим свойствам пищи, температуре доставки, со стороны нашей больницы не было. Это можно узнать и по отзывам пациентов. А как же сами пациенты больницы оценивают качество еды? Судите сами. Как вам здесь питание? Как кормят? Питание здесь нормально, кормят, хорошо кормят. Первое, второе дают, компот, все дают. Не голодаете? Два завтрака у нас тут. То есть еды хватает? Да, хватает. Полдник, ужин. А как вообще условия? Как общаются? Условия нормальные, в бане сегодня мы здесь. Пока складывается впечатление, что мы попали не в одну из самых мрачных больниц города, а в настоящий санаторий. Может быть, старые корпуса из красного кирпича добавят черных оттенков в картину? Да, корпуса старые, но уход за ними ведется. Полный уют здесь вряд ли можно обеспечить. Но и до молодежного определения жести отделения далеки. Корпус для пациентов с сопутствующим туберкулезом. Отделение для пациентов с хроническими заболеваниями. Кровати в палатах больше, чем рассчитано помещение. Несколько коек стоят и в коридорах. Конечно, поэтому возникают постоянные претензии надзорных органов. Но куда деваться? В больнице более тысячи пациентов. И на такое количество корпуса не рассчитано. А как вообще с вами обращаются здесь? Хорошо обращаются. Понимают. Условия хорошие? Условия хорошие. Старые корпуса по-хорошему было бы неплохо закрыть, а больных перевести в новое построенное здание. Исторические же, используют в качестве музея или для съемок фильмов. Места здесь атмосферные. После обхода по старым корпусам возвращаемся наверх, в новое здание больницы. Естественно, возникает вопрос о ремонте и переоборудовании медицинского учреждения. Даже за два года, которые Ольга Гаврилова возглавляет больницу, многое успело измениться. В лучшую сторону. В 2015 году мы провели ремонт седьмого и шестнадцатого отделений. Прошло заметить, что шестнадцатое отделение – это как раз отделение нижнего блока больницы, где у нас наибольшее количество проблем в связи с тем, что здание построено очень давно. И, конечно, достаточно много проблем по содержанию и по финансовым затратам на ремонты. Демонстрируют и новое оборудование. Современный рентген куплен в 2010 году. Переоборудованные лаборатории. Многие из находящихся приборов уникальны для области. Это позволяет с большой точностью установить заболевания, которыми страдают пациенты больницы. Ведь, как неоднократно повторяли врачи, контингент в медучреждении специфический, и к диагностике особое внимание. По итогам нашего визита в психиатрическую больницу можно сказать, что она не сильно отличается от большинства медицинских учреждений города и области. Ничего в пьющую нами замечено не было. Но главное, что отношение к пациентам с стороны медицинского персонала можно охарактеризовать как хорошее. Больным и так не сильно повезло в жизни. И нужно делать все возможное для облегчения их участи. Ведь они такие же люди, как и мы. Вот сейчас мы в сюжете увидели то, что удалось заснять журналистам Ульяновской правды. Ольга Владимировна, наверное, к вам все-таки первый вопрос. Когда вы увидели другое видео, то, которое сняли и выложили в сеть на прошлой неделе? Данное видео я впервые просмотрела вечером во вторник на прошлой неделе. Откуда вы о нем узнали? Мне позвонили сотрудники нашей больницы, которые уже, так сказать, в интернете увидели ролики. А до того, как видео появилось в интернете, то есть сотрудники говорили вам, что к ним кто-то приходил, что-то снимал? Конечно, я была в курсе этой ситуации, потому что при визите депутата в субботу, когда у нас работает дежурная смена и присутствует дежурный врач и администратор, естественно, мне был сделан звонок о том, что вначале неизвестные люди, а затем, в общем-то, они представились, хотят провести, так скажем, проверку, обход практически всех отделений больницы. Что и было ими, собственно, сделано. Вначале сотрудники все-таки сопротивлялись, потому что данный вопрос хотелось бы согласовать с администрацией. Мы всегда открыты и идем на диалоги и контакты, но это был все-таки выходной день, и было это сделано в несколько такой очень внезапной, несколько некорректной форме, о том, что мы пришли, указывались корочки, показывались, что мы проходим, и все. То есть вход в отделение был совершен во время передачи пищи. И затем, когда уже подъехали сотрудники, то есть дежурный администратор и врач, затем уже обход, можно сказать, осуществлялся в сопровождении сотрудников. У вас есть что сказать, как прокомментировать то видео, которое размещено в сети? Хочу сказать следующее. Конечно, никто не отрицает, в том числе и я, как главный врач больницы, о том, что у нас довольно много проблем, и проблем очень серьезных. И, конечно, тот сюжет, который показывает не самое лучшее состояние стен, потолков и других, так скажем, состояний наших корпусов, мы об этом знаем, мы этого не скрываем. Но сюжет однобокий, потому что то, что было показано, в таком состоянии находятся фактически два отделения нашей больницы, это 13-е отделение и 15-е. Все остальные отделения и подразделения находятся после либо капитального, либо текущего ремонта, и почему-то вот эта информация в сюжет не была представлена для объективности. Также мне хотелось бы отметить, что информация о питании, что прозвучало в сюжете, вот видите, привезли то-то и то-то, и там вот визуально показав, сказали, что это плохое питание, и там нет мяса и прочее. С этим я тоже не согласна, потому что проверяющим было предложено попробовать, чтобы оценить органолептические свойства, вкус пищи и прочее. Они категорически отказались. И более того, это могут подтвердить сотрудники все, которые были рядом с проверяющими, что задавались вопросы всем пациентам о том, как их кормят. И негативных отзывов не было. Это действительно так. Вот это почему-то тоже не было отражено в сюжете. То есть все говорили о том, что питание хорошее, достаточное, вкусное, горячее, и соответствует и графику приема пищи, и всем нормам питания, которые положены в лечебном учреждении. Тогда у меня вопрос к Анатолию Ивановичу. Скажите, пожалуйста, какой объем работ, по вашему мнению, необходимо выполнить? Конечно же, мы будем проводить текущий ремонт этих зданий. Проводить капитальный ремонт зданий и расходовать значительные средства, зная, что они, в общем-то, тоже достаточно внушительные и вряд ли приведут на длительное время к улучшению качества пребывания пациентов. Мы думаем, что целесообразнее все-таки сделать в данных подразделениях текущие ремонты уже в этом году, в пятнадцатом отделении, да? Да. И в основном сосредоточиться на строительстве, начале строительства нового корпуса больницы. То есть, по большому счету, то, что увидела общественность, это даже уже практически не подлежит восстановлению? Ну, в большом, в глобальном смысле этого слова. В глобальном смысле, в общем, да. Восстановить, конечно, можно, но затраты потребуются колоссальные. Ольга Владимировна, скажите, пожалуйста, а вы поднимали где-нибудь, ну, скажем, в коридорах власти проблему вот этих двух отделений, которые были показаны? Там, где самая плачевная ситуация? Ну, конечно, об этой ситуации, ситуация всегда находится на мониторинге у Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия. Естественно, знают о том, что вот в таком состоянии. Поэтому постепенно, о чем сказал Анатолий Иванович, ремонты проводились. Потому что, допустим, 14-е отделение, которое вот тоже не показано в сюжете, оно было отремонтировано у нас в 2016 году. Вот оно было в подобном состоянии, как и 15-е. Но сейчас это хорошее, светлое, довольно уютное, теплое помещение. То есть после ремонта там находятся у нас женщины, женщины преклонного возраста лечатся. И, в общем-то, они находятся в хороших условиях. То есть речь идет о том, что никто, сложа руки, не сидел. Но больница огромная, корпусов много. Специфика больницы такова, что это не какое-то одно здание, которое можно взять и отремонтировать. Это действительно такая блоковая застройка. И получается, что все эти здания и сооружения требуют правильной эксплуатации и содержания. На это тоже затрачиваются колоссальные средства. И, конечно, все то, что направляется в больницу, те средства областного бюджета, мы максимально стараемся использовать и направлять на наиболее, ну, так скажем, вот такие вот мероприятия, где требуются. Но охватить все вот на данном этапе мы просто, ну, так скажем, не успели. Потому что я думаю, что если бы депутаты пришли к нам, может быть, в конце 2017 года, уже такого бы они не увидели. Вы знаете, кстати, журналисты Ульяновской правды пытались связаться с депутатом, который, собственно говоря, проводил проверку. И, к сожалению, ни на один из звонков ответа мы не получили, равно как и комментариев о том, почему не были вставлены в это видео комментарии пациентов, почему была показана только часть снятого. Будем надеяться... Если можно добавить, кстати, то отделение, о котором сказала Ольга Владимировна, отремонтированное, оно находится этажом выше. Выше, в этом же здании. Да, то есть можно было подняться на этаж выше и показать, что действительно мы не сидим сложа руки, а постепенно приводим в порядок подразделение больницы. Коллеги наши из Центрального ТВ приезжали сегодня, нет? Да, мы с ними общались. Довольно продолжительное время тоже показали. Ходили по тем же следам. По первому этажу или по второму, третьему этажу? Нет, мы им показали и второй этаж, и детское отделение. В принципе, вот... То же самое, что Ульяновская правда снимала. Да. Но они посмотрели, конечно, и то, что... Ну, как... Не знаю, что там, что они смонтируют в трехминутном сюжете. Их интересовала именно большая ситуация, которая... На первом этаже. Да, на первом этаже. Совершенно верно. Но ведь можно показать так, что, если однобоко показать, можно ситуацию выставить таким образом, что это в целом... Ну да, что у нас, допустим, все пациенты находятся в таком... Все пациенты находятся в таком... Но при этом, по-моему, ни одного пациента там не было. Ну, дело в том, что по закону у нас вообще съемка запрещена пациентам. Да, вот я, кстати, вот... Конечно, уточните. То есть вот то, что даже снимают... Ну, они понимают, поэтому они пациентов и... Они, видимо, были там, но их... Нет, они были, они их не показали в сюжете, потому что они понимали, что за этим последуют иски. Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Сезонное явление или результат безответственности минувшей недели заполнилось большим количеством ЧП с участием людей и собак, как по России в целом, так и по нашему региону в частности. Сейчас гости в нашей студии. Начальник управления по благоустройству администрации города Ульяновска Олег Чижаковский и журналист, активист волонтерского движения по защите бездомных животных в городе Ульяновске Виктория Чернышева. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Я предлагаю сейчас посмотреть небольшой сюжет от наших коллег телеканала «Репортер». Поселок Пригородный атаковали стаи бродячих собак. По словам местных жителей, на протяжении года спокойно по улицам пройти невозможно. Бездомные собаки набрасываются на людей. Обитают животные на детских площадках, и прогнать их не так просто. Последний случай такой вот. Женщина шла, купила продукты. Я поняла просто это. И в мешке, в обычном магазинном. Они набросились, этот мешок у нее из рук, это все вот пилорама. У нее все там рассыпалось, и она растерялась, она ничего не может сделать. Почему ситуация не разрешается, если работа по отлову уже идет? Напомним, с 1 февраля по всему Ульяновску бродячие животные под прицелом подрядной организации «Волга-Профи». В соответствии с контрактом, который будет заключен в ближайшее время и начнет действовать, они обязаны отловить, как я сказал, порядка 4900 животных. И 160 из них содержать в центре передержки. За такую работу подрядчики предложили 1 млн 991 тысячу рублей. И в самом пригородном уже отловили 24 собаки. Но спустя неделю история повторилась. По поселку продолжают бегать бродячие стаи. Мы вышли другой дорогой, собаки перебежали параллельно. Потом побежали к мусорным бакам. Мы с Тимой проходим уже на большом расстоянии от собак, вот по этой дорожке. И из той стаи бежит за нами пёс. И вот весь этот участок, вот эту тропинку я шла и закрывалась сумкой. А впереди шёл ребёнок. По словам жителей пригородного, собак много в том числе и потому, что их подбрасывают из других населённых пунктов, оставляя на проезжей части. Позже они сбиваются в стаи, грызутся между собой, набрасываются на людей и продолжают терроризировать посёлок. Если первая причина их голод, вторая – так называемые собачьи свадьбы. В стерилизации бездомных животных занимаются по всей Ульяновской области только волонтёры на свои собственные средства. В посёлке Пригородный волонтёров нет, только отлов. Отловы на Пригородном более 20 собак. Просто люди, я понимаю, что видно, не видно, они прибывают чуть не ежедневно и с железной дороги. И пользуясь случаем, я также скажу, что жительство тоже в этом вина-то есть. Возьмут своих питомцев, потом начинают их бросать. Они все на улице. Полная картина такова. Большинство безнадзорных собак отлавливаются подрядчиком. На этом история не заканчивается по двум причинам. Первая – хозяин не выгуливает собаку, отпуская её самостоятельно бегать по улицам. Появляются никому не нужные щенки. Вторая причина – брошенные, нестерилизованные животные. По словам Александра Тарасова, от последнего отлова в посёлке Пригородный прошло чуть более 10-12 дней. Ситуация не разрешается, потому что борются в вопросах с бродячими животными не с причиной, а со следствием. Вот сейчас посмотрели сюжет. Знаете, могу сказать, не только как ведущая этой программы, но и как журналист, прекрасно понимаю и знаю, чтобы заснять животных, бродячих на видео, это нужно журналистам постараться. Здесь я предполагаю, судя по тому, что собаки абсолютно разные засняты, то есть они достаточно свободно разгуливают по этому посёлку. Олег Иванович, расскажите, пожалуйста, у нас ведётся вообще борьба или нет с безнадзорными животными, которые так пугают жителей? Да, безусловно, она ведётся. В 2016 году мы отловили 5300 собак, на что имеются ветеринарные заключения, все соответствующие документы. В этом году у нас заключен контракт на отлов 4900 собак. Что бы я хотел сказать? Ну, безусловно, это общая наша проблема, и её нужно рассматривать с двух сторон. Первое – это работа власти с точки зрения исполнения своей функции по отлову безнадзорных животных. И второе – это в целом не урегулировать законодательство в части содержания животных. И той проблемой, которая у нас сейчас всех объединяет, это ответственность, ответственность собственников животных. Давайте сейчас остановимся на первом варианте, на том, как власть решает эту проблему. Людей не интересует, понимаете, сколько выделено денег, выделены ли деньги. Людей интересует, проводится ли работа, могут ли мамы с маленькими детьми или пожилые люди спокойно идти по улицам города. У нас работа выстроена в заявительном порядке. В 2016 году у нас поступило 726 обращений граждан. Все они получили свое исполнение. И по тем заявлениям, которые к нам поступили, работа была проведена. Вот вы сейчас все время про 2016 год говорите. Мы уже в 2017 год вступили. Расскажите, пожалуйста, январь закончился, февраль в разгаре. В настоящее время исполнено 78 обращений граждан. Вот если мы берем… Что это подразумевает? Исполнено 78 обращений граждан. То есть к нам поступили обращения о том, что на той или иной территории находится стая собак, которая либо угрожает безопасности, либо просто находится на детской площадке и так далее. Дежурная служба выезжает. И, как правило, в 99% случаях информация об этом подтверждается. И собаки действительно проявляют агрессию. Они усыпляют… То есть приехали, посмотрели, уехали. Они также нападают на отловщиков собак, их усыпляют, и после этого ветеринарам принимается решение об их усыплении и утилизации. Дважды усыпляют? Ну, конечно, их же осматривают. То есть вы все-таки живых животных вы грузите в машину. Я понимаю, что не лично вы, вот отловщики усыпляют с натурным. К сожалению, вы не пригласили сегодня представителей подрядной организации. Они вам рассказали о технологии, о тех медицинских препаратах, которые они применяют. Но вы же начальник управления, понимаете? На мой взгляд, вы должны владеть этой информацией. Я владею, я вам рассказываю, как этот процесс происходит. Хорошо, что касается данного видео и данного поселка Пригородный, там проблема решена? Да, конечно. Сколько собак было отловлено? Ну, вот с того момента, как вышел репортаж 24, и еще два выезда у нас было. 8 и 9. Какова судьба данных собак? Они утилизированы в связи с тем, что они представляли угрозу для безопасности. Даже вот эти маленькие щенятки, которых мы там видели? Это не оттуда. Хорошо. Виктория, давайте сейчас поговорим, вот, ваша точка зрения на данную проблему. Можно я сначала Олегу Ивановичу задам вопрос, уточняю еще? Да, потому что, Олег Иванович, а вообще есть пункт передержки, куда, в принципе, должны привозить собак? Или это просто... Конечно, юности 5. А часто ли туда вообще собак привозят? И вообще остаются ли они там когда-то, пристраиваются ли потом? Виктория, ну как же, смотрите, там в сюжете прозвучало. Примерно 400 отловить и чуть больше 100 из них на передержку. Так, а потом вот куда они деваются? Да, вот эти 100, они добрались до передержки? Нет. Все собаки, которые поступили, они представляли угрозу. Были агрессивны. Ну, в общем-то, это, да, обычное решение этой проблемы. Проблема в том, что наши власти решают ее, скажем так, даже не знаю, как это... По пути наименьшего сопротивления, я так понимаю. Дело в том, что я тоже много этой проблемой занималась, писала об этом. И даже сами, главный кол, помню, Даниил Урдин был, Ульянска, он рассказывал, что таким образом проблем решать нельзя. Почему? Потому что пока на ульянских улицах будут стоять контейнеры с едой, с мусором, там будут плодиться крысы, выходить туда лисы. То есть собаки, по сути, на улицах они нужны. Даже вот на самом деле так. Они отгоняют, то есть обеспечивают, именно защищают граждан от этих крыс и лис. Но какие собаки нужны на улице? Стерилизованные. Собака становится агрессивной, как правило. Конечно, есть другие случаи, когда собака, например, заражена бешенством. Как правило, становится агрессивной в период гона, когда спирается как раз стая, бегают вокруг самки. И, в общем-то, действительно, они защищаются, там агрессивничают и так далее. Ну, либо когда голодные, да, там нападают уже. Ну, в общем, сами знаете, что скоро весна, и эта проблема обострится. И опять будут люди недовольные звонить и говорить, что вот с собаками не борются. Так вот, когда этих собак убирают с улицы, убивают, да, природа пытается восстановить, восполнить то, что было убрано. И те собаки, которые остаются на улицах, они начинают активнее размножаться. В принципе, это об этом мне рассказывал человек, который занимается этой проблемой. То есть, получается, наши власти убирают этих собак, они усугубляют эту проблему, а они решают. Что, как эту проблему нужно решать? Вот, в принципе, еще раз повторюсь, пока у нас на улицах стоит контейнер с мусором, то есть, в принципе, этих собак можно упускать стерилизованными. Такой опыт есть, насколько я знаю, в учхозе. Там есть приют лапа помощи, где студенты стерилизуют собак. И потом эти же собачки, которые не пристроены, у них там свой приют, они, в принципе, остаются на улицах. И, как правило, есть же, например, дворовые собаки, да, которых прикармливают всем двором. Они там любимец детворы и так далее. То есть стерилизованные собакоподобные. Она уже никакой опасности не несет. Это на самом деле так. А здесь у меня вообще очень много вопросов к городским властям. Потому что я помню прекрасную историю, когда деньги, выделенные из бюджета на отлов, утилизацию собак, оказались в кармане у людей, мошенников, которые действительно ничего не сделали, просто взяли эту сумму себе. По-моему, в прошлом году Следственный комитет возбуждал по этому поводу уголовное дело. Вот я, к сожалению, не помню, чем оно закончилось. Давайте раз мы заговорили про деньги. Олег Иванович, скажите, пожалуйста, а сколько стоит жизнь одного животного? Жизнь животного бесценна. Но как-то же в денежном эквиваленте же оплачивается работа подрядной организации. Нет, это другое. Это вопрос отлова. Сколько стоит отлов? Вот так нужно ставить вопрос. Смотрите, я сейчас вернусь к тому, что вы ответили перед речью Виктории. Вы сказали, что практически ни одно животное не было в приют доставлено. Все они были агрессивны и, соответственно, они были утилизированы. Сколько стоит жизнь одного животного? Утилизировано. Хорошо. Мы уточним. Утилизированного животного. 600 рублей. Это осмотр ветеринара, в том числе. Да, ветеринар, доставка, лекарства и так далее. И рабочие затраты. А сколько стоит пребывание одного животного в приюте, которое предусмотрено? Десять дней 900 рублей. То есть получается, что, в принципе, вы несколько экономите, наверное, городской бюджет, да? Я думаю, вопрос здесь не в экономии. И такая постановка, она вообще неприемлема. Но я вот с оппонентом, конечно, не согласен. Во-первых, она сказала, что деньги были присвоены и деньгами воспользовались мошенники. Но я с этой формулировкой вообще не согласен, потому что люди достаточно давно работают на рынке. И мы, конечно же, интересовались данной ситуацией, как это происходило. В настоящее время, по нашей информации, дело закрыто в связи с тем, что там произошла просто техническая, технические проблемы именно с дипломами. То есть подрядная организация, как я ни следствие, ни суд, разбираться в этом в деталях не собираюсь просто, насколько я информацией владею. Там просто проблемы были с аккредитацией именно того учреждения, где учился врач. Из-за этого вся проблема появилась. Но на самом деле, по факту, есть несколько стадий контроля. Контролируют департамент ветеринарии, контролируют наши специалисты. С каждым выездом они проверяют действительно то количество собак, которое в последующем предъявляется нам к оплате. Оно соответствует действительности. Но поскольку это полномочия переданы областью для реализации в муниципалитете, в 2014 году мы отлавливали 7200 собак, то в этом году у нас это количество сократилось. То есть областным бюджетом денежные средства не предусматриваются в большем объеме, который необходим. Ну и конечно же, в связи с тем, что законодательно не урегулирован порядок содержания животных с точки зрения их стерилизации, процедура стерилизации, она не урегулирована. Конечно, можно было, вот сейчас в настоящее время в первом чтении в Государственной Думе рассматривается вопрос о принятии такого закона. И в последующем, я думаю, что перспектива этой проблемы, она и получит как раз вектор развития именно то, о чем говорит мой оппонент. То есть мы перейдем, когда будут законом установлены все порядки на стерилизацию этих собак. Но опять, двойная сторона, стерилизованная собака, если ее отлавляют, они, как правило, агрессивны. А те, в тех дворах, где собаки живут, их и жители не трогают, и не звонят, и не просят их забрать и осмотреть на предмет агрессии. Скажите, пожалуйста, а как можно понять, вот Вика, может быть, вы мне расскажете, что значит, они все были агрессивны. Вы сказали, что ни одна собака не была доставлена в приют, они все были агрессивны, соответственно, подлежали утилизации. Ну, я думаю, просто это обычная экономия, действительно. Никто не проверял их на агрессию, никто не проверял их на возможность социализации. Ну, это действительно, это более затратное будет, правильно, Олег Иванович сказал, что денег мало, да, нужно как-то крутиться, нужно как-то решать проблему. Поэтому проблема решается именно на те деньги, которые есть. Вот, и, кстати говоря, я не знаю, может быть, кто занимается отломом, точнее, убийством собак во дворах, потому что, мы, наверное, тоже слышали некоторые случаи, когда жители жалуются, что, наоборот, приехали, всех перебивали и уехали. Ну, это у нас докхантеры какие-то еще появились, да, которые сами, да, или, вы не знаете, случайно, кто это? Вот, они приезжают во дворы именно без заказа, а просто пытаются самостоятельно решить эту проблему. Как можно проверить, что это действительно подрядная организация? У них есть соответствующие документы на это. Они должны предупреждать как-то людей или что-то, или столько по заявкам они работают? Как правило, в 99% случаев это заявительная основа, то есть есть заявители, действительно, на кого нападают, где-то вызывают агрессию, где-то создают некомфортные условия для проживания жителей. Олег Иванович, вот можно, Вика, еще, да, вот, у меня очень интересует вопрос касаемо приюта, потому что не каждый город в нашем регионе может похвастаться тем, что есть такой приют. Это действительно замечательно, на мой взгляд. Тем не менее, вот вы говорите о том, что ни одна собака в приют доставлена не была. Вместе с тем, в этом приюте наверняка есть какой-то персонал, который получает зарплату, в этом приюте наверняка... Передержка, она называется, передержка. Передержка, да, то есть, но есть люди, которые следят за этими собаками, получают за свою работу деньги. За какие, вы про какую? Я говорю про приют передержку. На юности, на улице юности, вы сказали, есть передержка, да? Ну, там есть, опять, я не берусь, мы не вмешиваемся в коммерческую деятельность той организации, где предусмотрены какие-то приюты и так далее. Мы оплачиваем работу по факту. А если данная работа не предъявлена нам, то мы не уточняем, на какие деньги они содержат свой персонал, свое оборудование и так далее, помещение. Олег Иванович, а можно я уточню, а не подразумевает ли закон, действительно, такую цепочку поймали, осмотрели ветеринарам, если собака пригодна, то ее она помещается в передержку, а не сразу же? То есть, вы должны отслеживать эту цепочку? Довольно ли хоть одна собака? Конечно же, мы отслеживаем, безусловно, но они все агрессивны. То есть, все вам говорят, что ни одна собака не может быть сценизированной? Нет, причем говорят, если она нападает на отловщиков. А за сколько лет ни одна собака не была помещена? Вы понимаете, все граждане достаточно внимательны, и звонки, я же вам еще раз повторяю, они достаточно объективны. То есть, хорошую собаку не трогайте, вот белая маленькая хорошая, ее не трогайте, а вот бегает черная большая, и вот она лает, да, вот она агрессивна, ее забирают конкретно? Я еще раз вам повторяю, как правило, в 99% случаев. Ну, 1% все-таки остается, которые забирают обычных, в том числе и домашних собак очень часто. У вас есть, понимаете, вот все ваши фразы, они беспочвены. Они абсолютно подкреплены. Если у вас есть какие-то конкретные факты, я готов их отдельно разобрать. Ну, это уже поздно, знаете, когда всех собак перебивают, да, во дворе там. Подождите, дело не в этом. То есть, вы сейчас рассуждаете беспочвенно. Если бы у нас был адрес, заявитель, что действительно приехал, отловил и так далее, но у вас же сейчас фактов нет, и вы пытаетесь мне каким-то образом то ли спровоцировать, то ли еще что-то. Если есть какие-то конкретные факты, я готов отдельно их разобрать и дать на них ответ. Хорошо, я буду знать и буду вам лично звонить. Да, безусловно. Можно я вам? Я предлагаю вам записаться на личный прием коллегу Ивановичу с конкретными фактами. Я всегда открыл для беседы. Просто не нужно превращать действительно серьезный вопрос в беспредметный разговор. У меня он не беспредметный, да, ведь я занимаюсь этой проблемой лет 10 или 15. Я очень рад за вас. Я, в принципе, по каждому случаю могу вам рассказать, в том числе они поднимались в СМИ и даже становились предметом расследования прокурорской, прокуратурой, когда там, по-моему, в поселке Октябрьский убивали собак, приезжали до Ивановича. Ну, вы, наверное, тоже слышали. Хорошо, нет, я хочу уже как-то действительно идет дискуссия не в ту сторону. Одну большую проблему поднять, да. Эту проблему нашу, вот эту бездомную собаку, можно решать легко. Частное государственное партнерство. Есть люди, у которых есть платные передержки, которые готовы делать, ну, скажем так, создавать такое частное благотворительное предприятие, чем они, в общем-то, уже занимаются, да, с поддержкой государства. Я так понимаю, что... Это, например, он и был, собственно говоря, озвучен. Это другое немножечко, то есть это исключительно службы стремления, я бы так ее назвала, потому что... Нет, здесь у нас передержка частная организация, в которую не привозят собак, соответственно, экономят городской бюджет. Я предположу, это мое личное мнение, что ее нет. Не знаю, может быть, я напрошусь как-нибудь, как журналист, к этим подрядчикам, пусть они мне покажут, там, хотя бы пара собак, или там, сотрудников, или еще что-то. Ну, в общем, не важно. Есть люди, которые занимаются на свои деньги, создают эти передержки, сами стерилизуют и так далее, да. У них есть даже бизнес-проекты, то есть, на самом деле, все это может даже окупаться. При таких приютах может работать, как, например, в цивилизованных странах, лечебница, кладбище для животных, какие-то технологические службы, центр адаптации там собак. То есть, там, в принципе, вариантов очень много. Но у нас городские власти, насколько я знаю, ни разу не выходили, зная даже, что волонтеры существуют, то есть, ни разу не выходили с предложением. А давайте обсудим хотя бы варианты возможностей сотрудничества, потому что, по сути, волонтеры делают то, что должна заниматься городская власть. Они стерилизуют собак, они их пристраивают. Ну, и, естественно, у них передержка. То есть, вот эта цепочка, на самом деле, потому что любая собака, когда ее ловит чужой человек, она будет агрессивной. Какой бы она ни была, это даже человек, которого, там, начинает кто-то там чужой куда-то хватать, да, он будет сопротивляться. То есть, здесь сваливать на то, что собаки все были агрессивные, поэтому их нужно убить, но это, честно говоря, просто, ну, некомпетентно, потому что, я так предполагаю, что ветеринар просто делал подпись, предполагаю, я не буду говорить, что это действительно было так, под какой-то бумажкой, поэтому все идут под утилизацию. То есть, решение проблемы есть, люди готовы выходить, нужно просто желание власти действовать в этом направлении, и все, пока я этого желания не видела. Я с Олегом Ивановичем не общалась на эту тему, я общалась с предыдущими разнообразными чиновниками, но пока движения в эту сторону не было. Олег Иванович, я предлагаю вам с Викторией встретиться уже, не знаю, в рамках личного приема вашего, либо ее журналистской работы, и вместе проехаться. Это предмет для отдельного разговора. Нет, ну, ваше мнение сейчас. Вы готовы идти на... Я готов общаться. Вы готовы идти на общение? А сотрудничество возможно, как вы думаете? Я говорю, это предмет для отдельного разговора, я готов общаться. Я думаю, что вот на этой ноте мы поставим запятую в этой теме, потому что действительно проблема достаточно большая, и я искренне верю в то, что Олег Иванович и Виктория найдут общий язык, обязательно встретятся в рамках либо личного приема, либо рабочего времени. И, конечно, придут к какому-нибудь компромиссу, который пойдет на пользу и городу, и горожанам, и, конечно же, друзьям нашим меньшим. На сегодня все. Это была программа «По правде говоря», где звучат честные ответы на справедливые вопросы. В студии издательского дома «Ульяновская правда» была я, Наталья Васильева. До встречи в эфире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА